И снова доброе утро! Друзья, кто следит за Евровидением, знает, что Sunstroke Project вышли в финал этого конкурса. А вот, не знаю, знаете ли вы или нет, но вокалист группы Сергей Яловицкий попал в тройку самых сексуальных мужчин Евровидения. Одно из европейских изданий составило топ-10 самых сексуальных мужчин песенного конкурса. Вокалист Sunstroke набрал 8 баллов из 12 возможных. Таким образом, он занял третье место в этом рейтинге. Цитируем. Сергей является настоящим сокровищем группы. Он отличный солист и в то же время мужчина, которого хочется пригласить на ужин, выпить вина, закрыть дверь и не отпускать. Продолжаем. Цитату. Это дает возможность посмотреть на него другими глазами, обратить внимание на то, чего незаметно на первый взгляд. Он обладает харизмой. Его очарование попадает на всех слушателей, как только он начинает танцевать на сцене под песню «Хэй, мама». Это говорится в издании. Стоит еще отметить, что на родине особенно за него держат кулаки супруга и двое детей. Самый младший еще нет и месяца. Не забываем, друзья, 13 мая. Давайте держать за ребят кулаки. Ну а пока вспомним еще нескольких участников Евровидения от Молдовы. Их впечатление от песенного конкурса прямо сейчас вашему вниманию. Эмоции, касающиеся Евровидения, они во многом, если и подостыли, то свои яркости не потеряли. И более того, в преддверии Евровидения эти эмоции только набирают силу. И дежавю определенное меня тоже преследовало, когда наши ребята Sunstroke Project выступали на этом конкурсе. Я очень рад, что они попали в финал, что Молдова разорвала этот крупнее попадение в финал. Когда я участвовала на Евровидении, конечно, это было безумно страшно в начале. Эмоции, конечно, огромные. Я даже не ожидала, что можно такое чувствовать на сцене. Это очень большая ответственность – представить свою страну. И от этого еще больше, эмоции еще больше растут. Но это было очень красиво, безумно красиво и приятно. Я смотрела полуфинал и очень рада за ребят. Я буду держать дальше кулаки. Они молодцы на самом деле. И я думаю, что этот конкурс должен быть, потому что через такие конкурсы соединяются страны, ну, культура стран, так сказать. И это безумно хорошо. В какой-то момент немножко забываются о политике. И, не знаю, хочется быть ближе ко всем людям и ко всем культурам. Невзирая на то, что я выступила на Евровидении в 2009 году в Москве, все равно эти эмоции остаются, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Оставляют некий отпечаток в моей душе. Я безумно счастлива и рада за наших ребят, что они не просто вышли в финал, а были первыми из всех стран, из всех 18 стран вышли первыми в финал. Это о многом говорит. В этом полуфинале они были самыми лучшими.